Витис Юрконис, политолог, руководитель Литовского офиса Freedom House, преподаватель Института международных отношений политических наук Вильнюсского университета, присоединяется к нам. Витис, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Мы, конечно, поговорим с вами о реакциях на эту гибель во всем мире. В Литве очень мне интересно, как в Литве относятся к этому. Но для начала давайте о том, что часто делает режим Путина. Пытается замести следы уже сколько дней, манипуляции с телом погибшего политика. Мама не может получить доступ ни к документам, ни к нему. До сих пор Следственный комитет продлевает, как это было и в случае с его отравлением, проверку, которая может сколько угодно затянуться. Зачем они это делают, если факт уже очевиден для всего мира, Навального нет в живых? Ну, наверняка, чтобы заметать следы. Наверняка это показатель, что не совсем все так, как они объявляли, что вот Тромб потом вроде бы меняли. То есть я думаю, что они стараются заметать следы. И это намекает на то, что режим в этом замешан. То есть есть большая картина, где понятно, что Кремль как бы ответственный за убийство Навального. Но как это произошло конкретно, я думаю, что будет стараться Кремль этой темы избегать. Но мы знаем, что уже готовы и расследовательские журналисты как бы работают и по камерам, и по лицам, которые были причастны к всему этому. И как-то будет стараться деконструировать все, что произошло. Впрочем, мы это видели и по убийству Немцова, Бориса Немцова, да, где было исследование, как бы расследование прокуратуры. А потом был ряд расследований независимых журналистов, которые показали, кто причастен, как это все происходило, кто кому звонил, кто с кем ездил, как велась слежка и так далее. Так что вот я думаю, что Кремль старается сделать все возможное, чтобы не было такого позора, как это было по сценарию этого отравления с Навальным, которое потом привело к доумяной эффекту. И потом Кристоф Розеф и другие расследователи, расследователи и цепочка за цепочкой, и другие попытки отравления других деятелей. Так что вот почему Кремль это делает, заметать следы. Витязь, правильно вы упомянули Христо и расследование отравления Алексея. Как вы считаете, в этот раз мы узнаем что-то? Юлия Навальная в самом последнем своем выступлении анонсировала некое расследование, некие данные, которые собирает команда Навального, очевидно, при помощи авторитетных расследователей европейских. Есть ли шанс у нас увидеть эту картину хотя бы в приближении каком-то? Что они с ним сделали? Ну, уже вчера мы видели объявление медиазоны, где показывали камеры и видео, как двигался эскорт от места заключения в морг. Так что я думаю, что таких данных еще будет больше. И какую-то картину всего, кто причастен, как это делалось по хронологии и так далее, я думаю, что мы действительно увидим. А все другое зависит от того, будет ли вообще доступ к телу, потому что очевидно, что одна из причин, почему режим прятает его, чтобы не было возможно расследовать, а что случилось в медицинском плане. И, конечно, это ужасно, хотя мы понимаем, что Кремль творит ужасные дела и в Украине делали во всем, и в Сирии делали, и со своими оппонентами в России, так за пределами России, в Европе. Так что вроде бы ничего нового, а вот опять и надеюсь, если это расследование команды Навального и расследователей будет такое внушительное, как это было расследование по отравлению, ну, может быть, откроют глаза и тех, которые почему-то еще сомневаются, что или говорят, продвигают эту повестку, что надо говорить с Лавровым, надо говорить с Путиным. И что таких голосов вообще не будет в ближайшие годы. Мы еще поговорим с вами о реакции в мире и в Украине, это тоже очень важно, как Украина отреагировала на эту новость страшную. Но сначала о самой России, после объявления о смерти Навального, россияне стали выходить на акции памяти. Во многих городах люди несут к мемориалам памяти жертв политических репрессий, эти мемориалы стали такими стихийными мемориалами Навальному. Несут цветы, фотографии Алексея Силовики препятствуют этому за сутки. На таких акциях памяти, по данным ОВД-инфо, в 32 городах задержали более 350 человек. И особенно цинично выглядят кадры, как в Москве у Соловецкого камня, недалеко от Лубянки, который посвящен как раз жертвам репрессий, как эти головорезы просто уносят цветы, закапывают их, выбрасывают тут же при людях, которые приносят их и не прекращают. Понятно, что полицейский режим свои коррективы вносит, но тем не менее, как вы оцениваете вот эту тихую акцию, которая продолжается несколько дней в России? Ну, это понятно, это естественно. Я думаю, что это потрясение большое для соратников Алексея Навального, для демократического движения, правозащитников, независимых журналистов. И это будет иметь две противоположные эффекты, потому что некоторые действительно подавлены, они не видят никакого будущего, что дальше и так далее, а некоторые как раз более мотивированы, потому что Алексей Навальный говорил, что нельзя бездействовать, надо действовать. И в память его они будут более жесткие, более активные, более мотивированные, что, впрочем, мы видели и по обращению Юлии Навальной. Мне кажется, основной посыл это был людям из России, что я не подавлен, я не сломлен, я буду делать то, что делал мой муж. И, в принципе, это сигнал всем россиянам, несмотря ни в Хабаровске, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге или в Томске, что нельзя бездействовать. Маленькие дела тоже важны, страх это понятно. Ну, и мы видим, что режим, в принципе, делает все возможное, чтобы задушить любую активность, любой там цветочек и так далее. Потому что они понимают, что режим, в принципе, ситуация нестабильная в России. Есть много недовольных, они же, трупы возвращаются из фронта в Украине и так далее. Есть матери, жены и так далее. Санкции работают, несмотря на то, что они не говорили. Они как бы, экономическая ситуация не так уж хороша. То есть, выборы, как мы видим, даже с таким, вообще не кандидатом, да, они должны были справляться, потому что его не допускать. Потому что, ну, Путин не уверен, что его даже при таких условиях выберет. И они должны имитировать какую-то картину. Но и в этом плане как бы все сходится. Они стараются сделать все возможное, чтобы не было никакой картины сопротивления, несмотря на то, что мы видим, что сотни, несмотря на этот террор, несмотря на эти репрессии, выходят. И я думаю, что граждане России все-таки найдут какой-то способ выражать свое сопротивление, хотя и в память Алексея Навального. Потому что, ну, а как иначе? Действительно, как иначе. Мы в конце приведем слова Алексея, которые он сказал на случай, если его убьют. Именно об этом он говорил. Мы напомним зрителям о его словах. Пока давайте о реакциях мира. Западные политики, лидеры свободного мира реагируют на новости о смерти Навального. Президенты Латвии Эдгар Саренкевич, канцлер Германии Шольц, генсек НАТО Столтенберг, премьер-министр Нидерландов Рютте, председатель Еврокомиссии Фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель. Далеко не полный список тех, кто высказался о смерти оппозиционера. Джозеф Байден, в том числе президент Зеленский. Посыл у всех один. Навальный убит российским режимом, и за этой смертью стоит Путин. Мы все только что получили сообщение о том, что Алексей Навальный умер в России. Это ужасная новость, над подтверждением которой мы работаем. Я молюсь за его семью, включая его жену Юлию, которая сегодня с нами. И если это подтвердится, то станет еще одним признаком жестокости Путина. Какую бы историю они ни рассказывали, давайте проясним, что ответственность за это лежит на России. И нам будет что сказать по этому поводу. Действительно солидарная реакция всего мира. Скажите, Витя, как в Литве, какие реакции официальной власти, реакции граждан? Есть ли такой стихийный мемориал в Вильнюсе? Да, реакции руководства Литвы были такие же, что это убийство, что Кремль ответственный, что должен быть ответ и так далее. Уже 16 февраля, несмотря на то, что у нас был День независимости, вроде бы праздничный день, в 6 часов у памятника жертвам репрессий советского режима был стихийный памятник. Пришло пару сотен людей, это точно. Как бы была панихида, воскресенье в церкви. То есть, так что реакции действительно они есть, сочувствие, солидарность. Но самое главное, конечно, это вопрос, какой ответ будет и в Соединенных Штатах. Потому что, когда арестовали Алексея Навального, было очень четко сказано, что это красная линия, что если он умрет, что как бы ответ будет. И в этом плане очень важно, чтобы ответ был. И он был очень ясный и жесткий. Впрочем, Жанна Немцова, дочка Бориса Немцова, той же самой конференции в Мюнхенской, сказала, что первой реакцией это должна быть помощь Украине. То есть, это не вопрос или-или, это вопрос и-или. То есть, и санкционировать тех, которые причастны к убийству, и продолжать помощь Украине. Так что, здесь никакой конкуренции в этом плане нет. Понятно, что в повестке звучит и то, и другое. Но вопрос все, все заинтересованы избавиться от кремлевского режима. Потому что он вреден так соседним странам, так своим гражданам, так же он опасен, что, собственно, говорил и господин Зеленский, президент Зеленский. Так что, в этом плане, мне кажется, если еще были кто-то, кто сомневался или говорил, что вот тут вмешательство, внутренние дела и так далее. Когда граждане России говорят, помощь Украине сейчас расследовать все. То есть, нам нужно, что Кремль понес всю ответственность за преступления так в России, так в Украине, так в других странах мира. То есть, мне кажется, это очень сильный сигнал. И это говорит уже не только страны Балтии или Польши и так далее. Если кто-то там хотел говорить, что это какая-то обида или какой-то комплекс, сейчас уже про это говорит и граждане России. И я думаю, что в этом плане даже те, которые были не убеждены, лишаются всех аргументов своих, почему не надо бороться с режимом Кремля. Спасибо, что вы упомянули Зеленского и его слова. Действительно, Владимир Зеленский довольно быстро, очень быстро отреагировал на эту страшную новость и нашел очень точные слова как раз о возмездии, о том, что Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное. И через некоторое время после Зеленского эти слова почти точь-в-точь повторила вдова Алексея. Путин должен понести персональную ответственность за смерть оппозиционера Навального. Об этом заявила жена Юлия Навальная на Мюнхенской конференции по безопасности. Она все еще отказывалась тогда верить в смерть мужа, так как неоднократно сталкивалась с ложью со стороны путинского режима. При этом Навальная призывает международное сообщество к объединению и привлечению Путина к ответственности. Если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они повесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. В понедельник, 19 февраля, Юлия Навальная во второй раз обратилась к миру и к сторонникам Навального и заявила, что она становится на его место. Она начала свое видеообращение. Можете легко его найти в интернете. Такими же словами, как начинал Алексей. «Привет, я Юлия Навальная», — сказала она. И в частности, Витя хотел с вами обсудить, на мой взгляд, очень важный пункт этого ее уже обращения. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю. «Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего, стыдно дать себя запугать. Нам нужно использовать каждую возможность бороться против войны, против коррупции, против несправедливости». Она впервые сказала «война», и в этом списке того, с чем надо бороться, война на первом месте. Из этого два вопроса. Насколько это важно, то, что Юля это сейчас говорит, до конца не оправившись, мы видим все эти кадры, как трудно ей дается каждое слово, не оправившись от жуткой новости. И сможет ли она возглавить российскую оппозицию? Первым делом, что важно, что это услышали украинцы. Потому что, когда мы говорим про Алексея Навального, там всякого было и сказано, и с одной стороны, и с другой стороны и так далее. У меня нету никаких сомнений, что вся команда понимает, что эта война преступная, что Кремль должен нести ответственность, что репарации должны быть. Они работают в своем YouTube-канале «Популярная политика», показывают, что творит Россия. Все эти преступления. И мне кажется, это важно, потому что у них есть некоторая аудитория. Сейчас в России и донести это надо для каждого уголка России, что эти преступления происходят. Потому что все-таки имеет место этот феномен «зомбо-ящик», который говорит про какой-то заговор и так далее. Если мы говорим про Юлию Навальную, я думаю, что тут вопрос, как бы символ того сопротивления, что я не подавленный, я не сломленный и так далее. То есть да, это сигнал для всех. И эти маленькие дела, если каждый сделает что-то маленькое, то есть аккумулируется это на что-то большое, но каждый должен сделать что-то против режима. В этом плане тут не история Светланы Тихановской. Алексей Навальный все-таки не выбирался как президент России, хотя старался идти на эти выборы и так далее. Но как бы моральный голос Юлии Навальной безусловно очень важен, как и важен голос Жанны Гумцовой, но я думаю, что у российской оппозиции еще предстоит очень большая работа по поводу общей повестки, избегания вот этой поляризации, разделяя власть и так далее. А команда Навального, конечно, не нуждается в голосе Юлии Навальной и в мотивации ее. И я думаю, что поддерживает это, конечно, и семья, и брат Алексея Навального, Олег, и дети. И в этом плане как бы это было очень важно услышать, и было очень важно услышать, что все-таки первым вопросом, что было выгнено, сопротивляться войне. И я думаю, что это то, что хотели услышать и люди из стран Балтии также. И я очень рад, что это прозвучало. В заключении, Витя, уже не вопрос, просто вместе давайте посмотрим отрывок из одного из последних интервью Алексея на свободе. Не сдавайтесь, тогда такой совет дал своим соратникам Навальный на случай смерти, своей смерти. В одном из последних интервью на свободе, которое опубликовал телеканал «Дождь», оппозиционер ответил на вопрос, что делать, если его убьют? Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому, что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Эти слова он сказал в Берлине. Что ж, надеюсь, Витязь, что их услышат и сегодня. Россияне, к которым он обращается. Спасибо вам за этот разговор. Витязь Юрконис, политолог, руководитель литовского офиса Freedom House, был у нас в гостях. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова